Здравствуйте, уважаемые друзья! По вашей просьбе мы изготовим сейчас микромушку, как видно из ее габаритов. На крючке я буду использовать крючок фирмы. Вот страйк номер 1618. Начните с 16 номера. Одел латунную бусинку где-то 1 с копейками миллиметров и раскатал свинец для того, чтобы можно было еще дополнительно ее огрузить. Закрепили. В качестве хвостика мы с вами будем использовать материал, который, как вы и просили, чтобы был у нас под руками. Нить я беру практически любую, какую вы сможете найти тонкую. Цвет здесь уже большого значения не имеет. Главное, чтобы она была достаточно тонкая и крепкая. Движемся с вами до места крепления хвостика. И здесь останавливаемся. Как я уже сказал, будем изготавливать из тех материалов, которые у нас имеются. Вот у меня остается, как всегда, и у вас также, вот остатки вот такие перьев. Значит, хвостик мы будем изготавливать из вот этой средней пуховой части, где находятся немножечко и вот такие перья, которые имеют хорошо развитую остевую часть. Отщипнем необходимое количество. И у нас должен выйти вот такой хороший жирненький пучочек. Слишком длинное уберем, чтобы нам не мешали. И подровняем по длине. Хвостик должен равняться приблизительно длине нашего от шарика до загиба. То есть, тела всего. Остатки удаляем, чтобы не было нагромождения. Немножко промажем вместо капельку, добавим клея и закрепим хвостик. Вот такой величины хвостик нам будет вполне достаточно. В качестве сегментирования и армирования моей нимфочки, я буду использовать, как обычно, вот у меня имеется вот такой плоский, достаточно хорошо отражающий свет, елочный дождик, который был. Закрепим его здесь. И теперь приступим к изготовлению тела. В качестве тела мы будем использовать вот такого цвета даббинг. Это натуральный даббинг из маски кролика серого. Давайте изготовим тело до буквально середины свинцовой намотки. Обмотали нашим люрексом. И я закрепил одно перышко, вот такое павлино. Нам необходимо обозначить грудку. Для того, чтобы был, как говорится, переход между лапками и нашим телом. Вот ровно сколько вам будет позволять перо, нам необходимо сделать вот такую пышненькую грудку. До шарика не доходим буквально пару миллиметров. Может даже один миллиметр. Закрепим перо, остатки удаляем. И теперь самый такой для нас будет ответственный момент, от которого зависит вся красота нашей мушки. Значит, можно использовать перо CTC, но учитывая то, что такого пера нет, мы с вами, как я уже говорил, будем использовать вот эту пуховую часть пера в качестве того, чтобы обозначить жаберки. Все-таки на 18-м крючке проблематично изготовить, найти материал, который бы соответствовал по толщине. Можно использовать остевые волоски. Вот, допустим, у меня когда-то была эта шапка. Вот, можно использовать вот такие остевые волоски. Но они достаточно будут грубые, поэтому я изготавливал вот такую нимфочку, обычно используя пуховые части, которые остаются у пера. Можно использовать вот такого оттенка. Можно использовать вот такого оттенка флюо. То есть, любой, который, допустим, вам будет позволять по вашим остаткам. Ну, давайте возьмем, допустим, тогда этот более насыщенный. Вот я взял небольшую щепотку, вставляю в нашу раздвоенную нить. И формируем теперь с вами величину наших лапок. Раздвигаем, задвигаем, сколько нам необходимо. Значит, лишнюю часть, которая имеется, я обычно беру вот так на палец и потом остатки отрезаю. Удалили, прокрутили нашу. Совсем-совсем немножко, для того, чтобы только совсем чуть-чуть обозначить. Даже есть варианты, когда я изготавливал, и уловистость не хуже. Оставляем вот в таком варианте. Но тогда саму грудку надо делать значительно пышнее. И несколько больше. Удерживаем перо. Уводим наши вот так бородочки слегка назад. И оставляем в таком варианте. Вот этого будет достаточно. Найти, допустим, перышко из курицы, это будет для нас еще сложнее. Поэтому попробуйте, если у вас имеется по такой величине перо, изготавливайте. Сделаем завершающий узел и приведем нашу мушку в порядок. Вот, друзья мои, сделали завершающий узел. И, как вы видите, вот такая наша микро-мушечка готова к работе. Благодарю вас за внимание. До скорых встреч.